здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас такой пространный разговор о конкретной проблеме проблема красных линий ну не те красных линий о которых все время нам сейчас говорят по телевизору связи со своего и не 38 параллель в корее а наши балаковские красные линии которые находятся в частной жилой застройки например на улице сергея лозо к нам обратилась наша подписчица наталья мокина и рассказала вот такую историю я с мужем приобрела дом в 2005 году в шестнадцатом году проверяющие органы ходили весь сезон леви из города балакова предъявляли претензии что люди заняли площадь ну привести документы в порядок то есть у кого нет мы в шестнадцатом году обратились к кадастровым инженерам кадастровые инженеры нам нарисовали план но все мы заключили пошли договор в администрацию дали бумаги на 49 лет на использование в двадцать втором году прислали бумаги можно выкупить землю то есть сделать перераспределение через не как некоторое время администрации присылает документы предъявление это ко мне претензию что я заняла площадь самозахватом приблизительно площадь 25 квадратов у меня документ на руках есть на использование земель 49 лет поступила жалоба я заняла пешеходные зоны у запросила официальный ну как в процессе уже на сегодняшний день выяснилось что пешеходные зоны план схемы на по улице сергей лазо с 2004 по 2022 год отсутствует наталья нам показала очень много различных документов обращений письм на буквально все инстанции часть мы конечно материалы отрезали просто потому что ну след будет слишком длинный рассказ скажем так что в ее обращениях помог ей на тот момент был еще или исполнял обязанности губернатора роман бусаргин он поправил сделал наложение которое у нее происходили земельные участка в росреестре видимо дал такое распоряжение и ничего уже более не препятствовало для того чтобы оформить вот эти 25 якобы метров из-за котов которых допустили ошибку в бородатые годы и кто там виноват там кадастровый инженер или отдел архитектуры которые не доглядели вот этот кусочек но в итоге ничего не препятствует для того чтобы оформить земельный участок в собственность либо там в аренду аренда у нее уже существовал на 49 лет ну просто вот участок имел несоответствие я запросила градостроительный план земельного участка где как раз они говорили что я заняла как зашла за красную линию я вообще понятия не знал что такое красные линии я сделал официальный запрос объяснить администрацию что это за это он как красные линии что это такое где получила к что нет такого понятия красных линий выдали мне 23 января в двадцать третьем году письмо ой это городостроительный план извиняюсь где все это четко написано что координаты красных линий на этот участок отсутствует как мы видим наталья рассказывает о том что в администрации в самом отделе архитектуры творится полный хаос потому что никаких план схем никаких там красных линий не линии застройки ничего это не утверждено и ничего с этим не понятно куда может строиться куда не может строиться собственник своего земельного участка по нашей улице у всех выходят полисадники есть у всех но все с разными координатами не поймут действия администрации как были выданы эти все разрешения одному дам другому не дам одному можно в аренду другому нельзя в аренду то есть какая-то личная неприязнь или какая-то я не пойму даже не смысл даже все и с кем вот я ходил и на личный прием все люди недоумение то есть даже улица писали коллективные письма грачеву три письма подписи в одном письме там что-то 50 с лишним подписи во втором я уже панкову писали коллективное письмо жители у всей улице сделали это обращение то есть реакция ноль никакие не уступки ни на какие согласования мирно досудебно решать было столько написано писем что везде упирается отписки все что должен решить грачев вот наталья говорит о том что ко всем собственникам проживающим по улице сергей лозо но это мы сейчас говорим о сергей лозо но эта проблема актуальна вообще в принципе для всего старого города для застройки многие люди живут там поколениями семьями уже очень много лет и ухаживают за своими там огородами кто-то действительно пренебрегает законодательством и строить зеккураты виде огромных заборов выходящих на уже дорожную часть или проезжую или пешеходную и впоследствии из-за вот этого хаоса который творится у людей вот идет просто негодование одни не могут просто ухаживать своими огородами или плюсы ну полисадником так называемым оформленным у кого-то он не оформлен тем не менее он никому кроме них не нужен потому что он находится но физически так возле их дома и дорогой пешеходная зона находится далеко от него никто кроме них за ним ухаживать не будет вот а попробуй не ухаживать так еще и получишь штраф захочешь ухаживать получится не твой участок зачем ты за ним будешь ухаживать ну вот о разности подхода также говорит находящийся чуть далее дом наталья поступила значит решение определения суда предписание соответственно вот этот забор свой металлический срезать срезать и передвинуть на метр от того места где он сейчас находится кому от этого легче станет непонятно но вот далее например по улице сергей лозу находится следующий дом это вот дом друга сергей евгеньевич главы нашего района александр насакиевского и тут возникает вопрос мы знаем и получили такую информацию официально о том что между ними администрации города балакова был за это достигнут мировое соглашение и он должен снести вот эту выступающую часть заборов в течение года ну то есть в данном случае осталось до октября ну что ж помнём посмотрим снесет или нет или там замылиться забудется и будет стоять как всегда а наши вот героини нужно снести до мая у нас ширина улицы значит от лица до лица строение 25 по нормам городостроительного кодекса земельного улицы дома расположены друг против друга вот имея дорогу три с половиной метра могут от лица дороги до забора забор может располагаться до трех с половиной метров включая сюда пешеходную дорожку вот по нормам благоустройства города балакова я вообще не нарушаю никаких требований пять метров от лица дома у меня четыре с половиной от лица дома до забора и от забора до дороги пять метров то есть я вообще не пойму коммуникации то есть я не нарушаю здесь права третьих лиц то есть если они мне сначала предъявляли что я права третьих лиц пешеходную зону нарушаю они мне прислали официальный ответ что я не нарушает так как их Нет, я не уклоняюсь, пишу, обращаюсь, хочу устранить, хочу узаконить, пополнить бюджет города Балакова. То есть этот участок все равно никем не убирается, то есть не облагораживают они эти наши территории, которыми жители поселка, вообще улица Сергей Лозо пользуются. Вот тем более, да, если вся идея была в том, чтобы вот эти самострои, как называемые, у кого они есть документы, у кого-то там нет по улице документов никаких, на эти полисадники и заборы, не мешать дорожным рабочим строить там, ремонтировать дорогу, тогда почему, например, тот же самый, возвращаясь к другу Сергея Евгеньевича, предписание дано в октябре снести ему забор. Ведь все работы уже по восстановлению дороги закончатся и начнутся, скорее всего, при наступлении теплой погоды в мае, а то и, может быть, даже и раньше. То есть данный забор никак никому не мешает для того, чтобы осуществлять дорожные работы. Соответственно, и пешеходной зоне он тоже не мешает. Иначе бы предписание было снести мировое соглашение, снести его до мая, как у нашей героини. Но нет. А теперь вопрос. Вот в плане строительства у нас в этом году, значит, также дорога на улице Гвардейской. Сколько там копий сломано было, кто-то обиделся даже на эту всю тему. Но, тем не менее, давайте вот пролетим, посмотрим по Гвардейской, какие зекураты здесь стоят, здания, сооружения. И вот мы видим дом, который всем известно, кому он принадлежит. Семье главы района. Вот точно такой же забор находится у Сергея Евгеньевича. Узаконен ли он как-то земельный участок в аренду или в собственность? Нет. Ну, об этом, во всяком случае, публичная кадастровая карта молчит. Там просто находится дорога. У себя Сергей Евгеньевич тоже будет сносить этот забор? Или, может быть, уже снес? Вот этот странный подход к людям, к их нормальной тяге даже узаконить земельный участок, сделать в порядке. Ведь согласитесь, что лучше частника никто содержать прилегающую территорию не будет. Как там не ездили машины, комбинаты благоустройства для высадки весной цветов или так далее. Никто там не ездил и ездить не будет. А по факту часть земель, если они не оформлены, принадлежат муниципалитету, как палисадники при дорожной зоне. Что же вы тогда их не ездите и не окучиваете силами администрации? Не высаживаете там газоны или цветы? Да никому это не надо. А вот прекратить какую-то незаконную деятельность срочно нужно. Метр забора надо снести. Что вот грозит нашей, например, героине? То есть сейчас она потратит кучу денег на перенос этих металлических столбиков, срежутых болгаркой на один метр. Укоротить крышу, навесик и так далее. Потратит деньги. Походит, побьет пороги. В итоге она все равно метр квадратный выбьет себе земли и снова либо возьмет в аренду с последующим правом выкупа, либо выкупит сразу это земельное участок. Так стоило вот это все? И почему подход вот такой хаосно разный совершенно? Ну вот из-за вот такого подхода и начинается напряженность у людей. Соответственно, в том месте, где можно было это все решить мирно, спокойно, чтобы, как говорят, и овцы целы, и волки сыты. Например, администрация, бюджет бы получал деньги за данный участок земли. Участок бы облагораживался, люди были бы довольны, рядом была бы новая дорога, и все хорошо. Все довольны. Нет, на пустом месте надо раздуть скандал и поднять людям нервы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok